Всем привет! Да, вот такой неожиданный дебют автомобиля на моем канале. Не Rolls-Royce, не Bentley, а наш российский Aorus Senat. Честно, я сам не ожидал, что будет возможность оценить этот автомобиль для вас, но вот получится возможность показать его максимально подробно в деталях, как это обычно и происходит, поэтому готовьтесь, ролик будет не коротким уж точно. В двух словах, что из себя представляет Aorus Senat? На данный момент это лимузин представительского класса, наверное, максимально высочайшего из того, что только может быть, конкурирующий в прямую очередь с Rolls-Royce Ghost и, возможно, с Mercedes Maybach в какой-то степени, но самый близкий из возможных конкурентов это именно Rolls-Royce Ghost. Объясню почему. Потому что, ну, мало того, что они, конечно, внешне очень сильно похожи, но здесь куда ближе концепция. Концепция большого представительского седана, имеющего мощный двигатель под капотом, имеющего очень высочайший уровень отделки, комфорта, оснащения и прочего, и при этом на полном приводе. Полный привод – одна из ключевых особенностей Aorus Senat, потому что автомобиль оснащается V-образной восьмеркой, под капотом 4,4 литра, бензиновый двигатель, выдающий 598 лошадиных сил и дополнительно 62 лошадиные силы добавляет электромотор, который расположен между двигателем и 9-ступенчатой коробкой передачи. То есть суммарно это получается свыше 600 сил, и в целом этого хватает автомобилю, чтобы в текущем исполнении в стандартной версии Senat при массе автомобиля в 2,7 тонны разгоняться за 6 секунд до 100. Конечно, гоняться на этом автомобиле вряд ли кто-то будет, но с точки зрения запаса мощности под педалью газа этого должно быть более чем достаточно. Коробка передач, к слову, КТ, то есть разработанная именно в России, это не какой-то там 8ZF или еще что-то, заимствованное у других автопроизводителей, это именно российская разработка, 9-ступенчатая коробка, которая может переваривать до 1000 ньютон-метров крутящего момента, и в целом одно из интересных концептуальных элементов данной коробки передач это отсутствие гидротансформатора, тоже такая вот необычная особенность. Возможно, это частично произошло по причине как раз-таки наличия электромотора между двигателем и коробкой передач. Возвращаясь к самому двигателю, как и сказал, 598 сил, само собой разработать такого рода двигатель внутреннего сгорания, да еще и гибридный, без применения каких-либо сторонних сил, практически невозможно. Поэтому всю эту установку помогали разрабатывать компания Porsche и компания Bosch. И я думаю, что с точки зрения характеристик и возможностей сомневаться в этом двигателе не приходится, хотя, конечно, надо испытывать, надо тестировать, надо смотреть с течением большого времени, как это все себя продемонстрирует и покажет. Данная силовая установка будет доступна абсолютно для любой версии «Сенат» и для будущих моделей линейки «Аурос». Потому что одним лишь стандартным седаном, конечно, линейка этих автомобилей не ограничится. Ожидается свободная продажа в будущем кроссовер, достаточно крупный. Насчет версии минивэна, который сейчас используется уже в данный момент в президентском кортеже, ничего не известно. Будет он продаваться вот так вот массово или нет, я не знаю, но думаю, что большого интереса к нему не будет на фоне наличия все-таки полноценного огромного кроссовера, устроенного так же, как и «Сенат». Относительно самой же модели «Сенат» даже сейчас уже насчитывается пять модификаций. То есть есть у нас обычная версия, представленная перед вами, в максимальной комплектации, по сути, в единственной комплектации стоимостью около 24 миллионов рублей. Ну и сроки ожидания ее не ранее, первого квартала 2022 года, и даже, наверное, позже. Под заказ вы можете собрать машину, выбрав цвет кузова, об этом чуть позже, цвет салона, и немного индивидуализировав его под себя, в среднем сроке производства 4-5 месяцев. То есть объективно не так уж и много на фоне большинства конкурентов. И ценник, если быть тоже объективным, хоть и может показаться, что 24 миллиона – это прям безопредельная цена. Нет, на самом деле, в сравнении с конкурентами, тот же «Гост» стартует от 23 миллионов рублей, по крайней мере, по официальным прайсам. А стартует – это означает, что в реальности он будет стоить ощутимо дороже в хороших комплектациях. Здесь, напоминаю, максимально стоит 24. «Майбах» – это тоже в пределах 23-28-29 миллионов. И там уже от вашей фантазии зависит. Поэтому ценник более чем адекватный за топовое оснащение. Ну а чтобы мы могли убедиться в адекватности ценообразования, давайте зайдем в приложение «Автору» и посмотрим, сколько стоит тот самый «Роллс-Ройс Гост». Набираем интересующий нас «Роллс-Ройс». Выбираем из списка модель «Гост», указываем актуальное поколение и, конечно, нажимаем на вкладку «Новое». Как видно из предложения «Автору», ни о каких 23 миллионах речи и не идет. От 32 до 37 миллионов, и я более чем уверен, что этим дело не ограничится. А вот теперь давайте посмотрим, есть ли «Аурусы» в продаже. Все то же самое «Марка». Указываем «Аурус». Я думаю, можно не указывать модель, просто нажимаем «Показать 23 предложения». А вот и подтверждение ранее сказанной информации. Стандартный «Аурус» 17 стоит 24 миллиона рублей, ну а версия «Удлиненный лимузин в полной броне» 106 900, ровно так же, как ранее было сказано по прайс-листам. Если вдруг вам станет интересно посмотреть на «Аурусы» в продаже, ссылку я оставлю в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. При всем при этом существует версия «Бронированная». То есть бронированный «Сенат» вы так же можете приобрести. Стоимость его, конечно, уже не 24 миллиона рублей, уже в районе 70, практически 70 миллионов. Он будет и потяжелее, и разгонная динамика там в районе 9 секунд, что тоже достойно для бронированного автомобиля. Но вот именно в этом прикол, то, что вы можете купить себе вполне легко броневик. Следующая модификация «Сенат» — это версия «Стретч». Плюс полметра, все то же самое, только между передним и задним рядом добавляется еще полметра пространства для ног задних седоков. Такая машина будет стоить, соответственно, еще дороже, как в обычной версии, так и в версии «Брони». И третий вариант, точнее, фактически уже пятый, потому что у нас по два броневика на каждую версию. И вот третий вариант — это лимузин. То есть автомобиль с колесной базой, увеличенный на метр по отношению к стандартному «Сенату». Опять же, по центру добавляется метр. Можно сказать, такой же вариант, как у президента нашего. Обычных версий у нее не бывает, только бронь. Стоимость 100, по-моему, 7 миллионов рублей. Поэтому кому интересна покупка любой из этих версий, пожалуйста, вот бутик «Авелон Легенда Аурус». Контакты в начале и в конце этого ролика будут. Можете обращаться, можете заказывать свои автомобили. Как я сказал, сроки исполнения достаточно адекватные. Возвращаясь к самому автомобилю. Перед нами стоит, конечно, уже серийный вариант. Но надо учитывать тот факт, что эта машина была произведена в начале 2021 года. А клиентские автомобили, которые сейчас уже передаются, производятся и передаются, они фактически полноценно стали собираться в конце 2021 года. И вот эта пропасть практически в год, она очень сильно во многом будет заметна, если бы, к примеру, у меня была возможность поставить рядом с этой машиной уже серийный какой-то экземпляр. Такой возможности сейчас нет, поэтому будем ориентироваться на представленный автомобиль. И надо понимать, что на некоторые нюансики глаза стоит закрыть. Стоит закрыть по разным причинам. Первая причина – это, ну, как сказал, некая предсерийность представленного автомобиля. То есть его частично собирали, там, как-то дособирали вручную. Отсюда есть некоторые нюансики. Второй момент, который надо учитывать, он более, наверное, такой сложный, но все-таки объективный. Давайте честно. Вот в России все проекты, новые проекты новых автомобилей, они в большей степени превратились в какую-то профанацию. Вспомним ее мобиль, вспомним Марусю. Можно еще что-то там понавспоминать, но ничего толкового из этого не получилось, кроме какой-то некой пиар-компании, рекламной компании. И в свое время, когда они были, они были достаточно интересными, но когда оказалось, что это некий пузырь, что это ничего из себя не представляет, и лопнуло, это получилась какая-то такая, знаете, очень нехорошая рекламная компания для всего того, что пытаются создать новое в автотематике в нашей стране. История вокруг кортежа была уже очень давно, но вот так вот понадеяться увидеть реальное воплощение автомобиля, причем не какого-то там перелицованного Роллс-Ройса или Бентли, а прям настоящего автомобиля, который во всем отличается от своих конкурентов, ну, я лично не ожидал. И увидев этот автомобиль впервые достаточно давно, но увидев его относительно недавно уже конкретно эту машину, и вот сейчас, получив возможность более детально с ним познакомиться, мне приятно, что удалось в нашей стране все-таки какое-то дело довести до своего логического, но если не завершения, то исполнения. То есть у нас есть реальная машина, которую реально можно заказать, которую реально можно приобрести, да, со своими недостатками, но и со своими преимуществами, особенно, ну, с точки зрения соотношения цена-качество получаемого продукта. И важный момент, очень важный момент. Ну, не стоит забывать, что когда мы говорим про автомобиль, который фактически является президентским лимузином, ну, то есть вы можете прийти и в салон купить такую же машину, на которой ездит сам президент. Далеко не каждая страна может вам такое предложить. А те, которые могут предложить, означает только то, что, ну, президент ездит на обычном автомобиле, там, канцлер Германии ездит на Audi A8, насколько я знаю. Понятное дело, что это просто обычная машина, ее любой может купить. Но автомобиль, который изначально создавался фактически под президентские нужды и потом уже переделан в гражданские, пользовательские, вот это круто. Купить такую машину, это уже круто, и это весьма патриотично. Поэтому, ну, надо понимать, что, наверное, первые поставки, первые продажи, первые автомобили будут покупать прям истинные патриоты. И я вполне понимаю, почему. В том числе и по соображению цены. Ты за адекватный ценник в рамках этого класса получаешь автомобиль, дающий тебе, ну, несравнимо более высокий уровень восприятия окружающими. Ты можешь купить себе Rolls-Royce за 50 миллионов, ты можешь купить себе Maybach за 30 миллионов, ты можешь купить себе любой другой автомобиль, но Aorus все равно в этой толпе будет смотреться особенно, просто особенно, просто эксклюзивно, потому что, ну, как так, президентский лимузин. Вот это круто. Давайте ознакомиться ближе. Дизайн. Дизайн экстерьера, да, надо, наверное, отдать должное. Это, конечно, Rolls-Royce. Это очень во многом автомобиль, который похож на Rolls-Royce, но не стоит думать, что это просто копирка, как делают, к примеру, китайцы, когда они с линеечкой обмерили машину, и что-то там похожее слепили, и ты вроде смотришь вроде Rolls-Royce, а на самом деле нет. Здесь скорее требования класса, требования статуса, требования общего восприятия, они привели к тому, что автомобиль имеет схожую стилистику, но при личном восприятии, при личной встрече, ты понимаешь, что габаритно, пропорционально и по исполнению они сильно отличаются. Они отличаются еще и по металлическому воплощению, совсем разные по своему устройству, об этом ближе к концу ролика еще расскажу, по материалам пройдемся. Стоя рядом с этой машиной, у тебя такие же ощущения, как и не от ГОСТа, нет, а как от Фантома. По какой-то причине эта машина ближе к Фантому, то есть когда ты стоишь рядом с Rolls-Royce Phantom, у тебя ощущение, что это некий кроссовер, что это внедорожник в исполнении седа. То же самое есть и здесь, и тому способствуют колеса довольно крупные, 255-55 R20, одноширокие спереди и сзади, слегка сплавными дисками в такой стилистике, незамысловатый, но может быть в будущем что-то еще появится. Тому способствуют гигантские пропорции, в том числе и дверей, и в большей степени тому способствует дорожный просвет, 20 сантиметров, то есть можно сказать полноценный внедорожный просвет. Это видно и по заднему бамперу, и под колесной базой, и, соответственно, передний свес, он тоже достаточно компактный, то есть автомобиль реально огромный. И, как и сказал, по этой причине никакой Maybach рядом с ним даже смотреться не будет. Только Phantom, только топ. А у Phantom задний привод, полного привода нет. То есть уже есть некое конкурентное преимущество, дополнительное, помимо ценника, помимо полного привода, еще и габаритное по восприятию самой машины. Мне понравилось, как исполнили решетку радиатора, потому что первые утечки, первые шпионские фотографии, они выглядели, ну, так, конечно, любителя. То есть там что-то вроде интересное, но без какой-то харизмы, без собственного восприятия дизайна. То, что сделали сейчас, выглядит красиво, и при этом выглядит очень элегантно. Аналогично можно сказать и про боковые секции с хромированными вставками, такие вот S-образные, заходящие немножко на бампера. Линию хромовую, проходящую по нижнему контуру дверей и по заднему бамперу. Но это в большей степени, наверное, дань классу. То есть обычно в этом классе автомобилей всегда есть обилие хромовых накладок, хромовых деталей, обрамление оконной линии, накладка на крышке багажника в хроме. То есть это просто обязательные атрибуты, без которых, ну, абсолютно никак. Были у меня опасения в отношении головной оптики. То есть тоже сделать какой-то узнаваемый стиль, интересный, красивый, современный, не так-то и просто. Сегодня, когда сольтодиодной технологии позволяют тебе сделать все, что угодно, и этот дизайн может перекликаться, может быть, похож на кого-то, и в том числе на тот же самый Rolls-Royce. Вот здесь и да, и нет. Может быть, кто-то узнает в этом схожие линии фар модели Phantom. Вот такое вот Т-образное обрамление, оно чем-то похоже. Но дизайн ходовых огней, а это фактически главный элемент восприятия образа автомобиля, плюс строение самой фары. В Rolls-Royce она более утопленная. Хромовое внутреннее, не внешнее, а именно внутреннее хромовое обрамление фары. И в целом вот эти линии-поворотники, они, ну, позволили добиться какого-то своего узнаваемого стиля в сочетании с нижней вновь секцией, в сочетании с решеткой радиатора, получилось неплохо. Одно только чего мне лично здесь не хватает, но это, наверное, даже хорошо, что его здесь нет, это какого-либо, знаете, там, шильдика на капоте торчащего, как на манеру того же Rolls-Royce. Будь он здесь, тогда можно было бы говорить, что это прям просто взяли, концептуально скопировали. К счастью, этого делать не стали, ограничились своим довольно сдержанным стилем. И вот по шильдику Aorus, на самом деле, есть очень логичное объяснение и самого названия, и его строения. Ну, во-первых, Aorus, то есть Aurum, золото, и Rus, Россия, понятное дело. Еще второй вариант расшифровки, который также легитимен, это Aura. Ну, то есть, некоторая аура, атмосфера, вот, общее восприятие. Ну, и опять же, Россия. А факт того, что здесь золото, оно как раз таки отразилось в обрамлении, окантовке самого этого шильдика. И шильдик, он исполнен в виде некого такого геральдического щита, что можно ассоциировать с безопасностью, с защитой. А это как раз и есть фактически президентский автомобиль. И концептуально, и учитывая наличие бронированных версий, он вписывается очень-очень хорошо. В том числе и в версии кроссоверов, и в будущих других автомобилях. Ну, то есть, неплохо подумали. Нравится, когда есть и дизайн, и какие-то прочие элементы, над которыми думают. Вот, нет, такие элементы всегда очень-очень сильно цеплялись. Решетка радиатора исполнена в виде длинных вертикальных хромированных ламелей, без каких-либо активных жалюзей. Там просто за ними стоит радиатор. В нижней секции расположена номерная табличка, и очень, на мой взгляд, неплохо она вписалась и в решетку радиатора, в ее обрамление, и в целом передок автомобиля. То есть, нет того, что мы имеем, к примеру, в актуальной четвертой серии BMW, когда номер просто портит общее восприятие автомобиля. Здесь вот так аккуратненько, удачненько он вписался. Боковые секции, как вы видите, они настоящие. То есть, там не просто дизайн, а это реально воздуховоды. За ними реально расположены огромные, вот прям, огромнейшие радиаторы, что некоторые М-автомобили могут им позавидовать. А в самом низу светодиодные противотуманки. Вот, наверное, только к их расположению есть некоторые вопросы, потому что, да, с точки зрения тумана, нижнее расположение противотуманок, это хорошо. С точки зрения живучести время только покажет, насколько это хорошее и правильное решение. Парктроники. Шесть штук. То есть, чтобы максимально точно отражали картину впереди и сзади автомобиля. Есть омыватели фар высокого давления. Брызговички, кстати, стоят уже, передние и задние. Зеркала расположены в виде ножек на самой двери. При всем при этом никаких отдельных там треугольничков не сделано. То есть, зеркало перенесли на дверь, соответственно, для обзорности это хорошо, добавляется здесь место видимости. При этом, в плане дизайна тоже смотрится аккуратно, красиво. Зеркала имеют повторители поворотников и имеют встроенные камеры широкоугольного обзора. 360 градусов. Тоже постараюсь их вам показать. Ручки дверей с небольшими хромовыми обрамлениями с бесключевым доступом. И двери, конечно же, имеют доводчики открытия-закрытия. Аналогично по задней части. Обрамление оконной линии здесь, да, можно сказать, что как у конкурента прямого, как у Rolls-Royce и стилистика схожа. И расширение к задней части тоже выполнено в аналогичном стиле. Можно ли машину в этом упрекнуть? При том, что это как бы некие, ну, уже устоявшиеся традиции класса вот таких огромных представительских автомобилей. Я бы, наверное, не стал упрекать. Просто удачное, правильное, корректное заимствование. Лючок бензобака. Уж не знаю, насколько это его серийное исполнение с такими вот болтами, но будем надеяться, что все-таки это некий предсерийный вариант. 98-й. Минимально 98-й, ну и предупреждает выключить зажигание перед заправкой. Вполне логичные требования безопасности. Задняя часть. Стилистика задней части вот здесь прям классика. То есть у нас вся оконная линия, она не спадает к фонарям. То же самое касается и крыши. Крышка багажника приплюснута. Ну, то есть прям классика. Вот сзади прямо вот классика. Если закрыть фонари, можно спокойно сказать, что это Rolls-Royce или некий другой автомобиль, там тоже Bentley, использует аналогичную стилистику. Но благодаря строению фонарей, которые частично, может быть, кому-то напомнят модели Bentley из-за вот такого похожего B-образного стиля ходовых огней, они все-таки не соединены между собой, поэтому достаточно узкие, широкие, не вертикальные, как в Rolls, а скорее широкие. В целом получилось неплохо. И мне кажется, даже вполне узнаваемо, когда вот мы немножко привыкнем видеть эти автомобили на дорогах, с этим тоже проблем не возникнет. Патрубки выхлопной системы интегрированы в бампер, то есть вот эти металлические, настоящие металлические накладки, они встроены в бампер, а там внутри торчит труба с одной и с другой стороны. Сзади раз, два, три, четыре, пять парктроников. Интересно, не шесть, а пять. Надпись Сенат с правой стороны и вновь видим этот же шильдик. Камеры, увы, не прячутся, не омываются, возможно, это все-таки пока было не до этого, но согласитесь, с нуля разработать автомобиль и относительно быстро. Понятное дело, что здесь еще долго и долго и постоянно буду что-то дорабатывать, что-то улучшать, что-то добавлять, опции, возможности, ограничиваются на том, что сейчас разработали и дальше 40 лет лепить. Но очень хотелось бы верить, что этого не произойдет, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Надо всегда поддерживаться, надо совершенствоваться, смотреть, что делают конкуренты в том числе, может быть, иногда и заимствовать их решение. Один только нюанс, который вызывает у меня вопросы, почему третий стоп-сигнал не стали интегрировать в обрамление заднего стекла, то есть внутрь салона, внутрь стекла, а сделали в виде отдельного накладного элемента в верхней части крыши, потому что и с точки зрения, допустим, зимней эксплуатации, рисков того, что туда внутрь затечет вода, замерзнет, лед расширится, лопнет пластиковая накладка, вода туда станет попадать, ну, достаточно высокие такие риски. Ну, и в плане исполнения, мне кажется, что изнутри, со стороны стекла, при том, что задний обзор от этого, как бы он не страдал, фактически его здесь не будет, потому что шторки и салон как бы отделен, то есть можно было бы хоть посередине заднего стекла влепить третий стоп-сигнал, и проблемы бы не было. Но вот его почему-то сделали сверху крыши, это некий вопрос, который у меня возник при знакомстве с этим автомобилем. Есть еще нюанс. Вы, возможно, увидели, что крыша у нас цельная, металлическая, панорамы нет, и она не предлагается. Ее, в принципе, не бывает, равно как и пневмоподвески, то есть здесь подвеска пружинная с изменяемой жесткостью, то есть там магнитная жидкость внутри амортизаторов, и при смене режимов она может там зажиматься, плотнее распускаться, но пневмы нет, и панорамы нет, и соображение безопасности, то есть это требование тех, кто отвечает за безопасность, в том числе и президента. Вот изначально была такая установка, что эти опции в конструкции автомобиля не нужны. Они не соответствуют должному уровню обеспечения безопасности. Вот такой нюансик имеете в виду. Кстати, не сказал еще про версию стрейч. Кроме того, что у нее больше на полметра колесная база, еще одна важная особенность, отличительная от стандартного Сенат, это наличие перегородки между передним рядом и задним рядом. То есть, как вариант, имейте это в виду, если вам нужна машина, которая полностью будет с отделенным задним рядом от переднего, там есть перегородка, весьма крутая вещь, крутая опция. А вот теперь идем внутрь, внутрь Сената. Очень круто. Ну, во-первых, салон. То, что этот салон выполнен в достаточно своеобразном стиле, в хорошем смысле, то есть, без цитирования явного прямого конкурентов, хотя и без этого тоже полностью не обошлось, все-таки, ну, ты берешься делать топ-автомобиль. Так или иначе, все ключевые решения уже обкатаны, отработаны, проверены, и надо собирать все лучшее из автомобилей своих конкурентов, поэтому здесь, на самом деле, много интересных решений. Я, пожалуй, зациклюсь на, да нет, я зациклюсь, как и всегда, на всем. То есть, что-то отдельно мы не обойдем, но сейчас начнем пока с дверной карты, как и всегда. Так вот, вот эта машина предсерийная имеет верхнюю панель дверей из пластика. Клиентские же все машины уже будут в этих элементах отделаны кожей, поэтому на него сильно внимания не обращайте. Элементы отделки интерьера пока у всех автомобилей вот такое вот узорчатое дерево, покрытое лаком. Темное, зеленоватое коричневое дерево, покрытое лаком. Красиво, дорого, солидно, и количество этого дерева в салоне, посмотрите, вот там у нас уходит вся вот эта консоль, центральные тоннели, сзади, много-много дерева. Оно в некотором плане отражает и достоинства самой страны, то есть у нас много дерева, хорошего дерева, вот здесь оно тоже отражено. Алюминий, алюминий, я думаю, что в стране тоже немало, поэтому центральный замок, прям металл приятный, ручка от пираний дверей, я причем уверен практически на 100%, что это тоже металл, вот она прям ощущается металлически, она такая увесистая, хорошенькая. Стеклоподъемники, металлические, и стекла при этом двойные, двойное стекление присутствует. Обрамление хромовое, кармашек, вот такой кармашек, отделанный ворсом изнутри, двухсекционный, удобно, документы, телефон, еще что-нибудь сюда закинуть, тоже металлические обрамления, ну и, конечно, обилие кожи. Кожа на па, на дверных картах это цельная кожа, без каких-либо рисунков, перфораций, подлокотник, мягкий, здесь все тоже очень мягкое, боковинки, все, низ дверей, даже внизу, не пожалели сделать прострочку с кантиком, белым, и здесь еще по контуру проходят светодиодные подсветки, которые вот в данный момент незаметны, но так они разными цветами могут светиться. Внутренняя часть дверей тоже очень аккуратно, красиво прошита кожей, сейчас вам покажу детальнее, чтобы было видно, вот так, отделано все внутри кожей, и некая ворсовая такая алькантаровая вставка тоже изнутри. Динамики аудиосистемы, смотрите, их исполнение, это не знакомый нам стиль фрезерованного, такого точеного алюминия, гравированного, как там в BMW, допустим, Бауэрсон-Вулкинс, как в Мерси-Бурмистер, здесь свое некое иное исполнение, это металл, литий-ионной сеткой, крупной сеткой, то есть сделано, с одной стороны, грубовато, но есть ощущение, что именно в этой грубости и был заложен какой-то свой смысл, свой интерес, потому что выглядит интересно, выглядит вполне красиво, может быть, в будущем все-таки дополнят какими-нибудь необычными там подсветками, дизайнерскими решениями, но вот в данный момент это несет тоже некое отражение концепции самого автомобиля и страны в целом, то есть есть некоторая, знаете, такая добротность, солидность, грубоватость, вот это присутствует. Ухватистая ручка, за которой вы, соответственно, закрываете дверь, и внутри нее расположен такой, типа, знаете, маленький коврик, чем-то похожий по стилистике на Louis Vuitton, там Dolce & Gamane и так далее, красиво, просто красиво, я думаю, что покупатели, знакомые с этими брендами, оценят. Клавиша открытия багажника и блокировка, ну, судя по всему, задних дверей от детей, причем нарисован ребенок, то есть автомобиль вполне себе, как бы и такой, знаете, универсальный, семейный. Кстати, стилистика дверной карты, вот эта линия чем-то вновь тоже напоминает Rolls-Royce, но, понятное дело, что тоже самое лучшее здесь автомобиль вобрал в себя. Эти элементы, вот тут все, низ, это не пластик, это кожа, везде, кожа на по, плашечки, сенат, ворс, включая высокий ворс на коврах и кожаные кантики по самим коврам, площадка, вот эта площадка, единственное, что пластик, а педальный узел, металл с резиновыми вставками, ну и напольная педаль газа. Кстати, обращаю внимание, коленный эйрбэк, то есть для передних, переднего водителя предусмотрен коленный эйрбэк. Стойки в коже, потолок, стойки и потолок далее перетекают у нас уже в Алькантаро. Сиденья, сиденья похожи на достаточно многих конкурентов, к примеру, коленная опора мне лично напоминает Audi, она должна как-то регулироваться, это надо, видимо, садиться в настройках копаться, сейчас мы зажигание подактивируем. Так, с этим, я надеюсь, еще разберемся. Продольные регулировки по высоте, по углу наклона подушки целиком, отдельно от спинки она регулируется по углу наклона, угол наклона спинки, угол наклона верхней части спины, вот этим регулятором, именно верхней части спины на манер, как у нас BMW, опять же, лопатки регулируются, то же самое здесь. И подголовник тоже имеет регулировку по высоте электропривода. Насчет настроек боковинок, ну, надо будет, видимо, покопаться в меню, ну, вот какой-то регулятор такой универсальный здесь присутствует. Три положения памяти, клавиши, отвечающие за регулировки пассажирского кресла, то есть вот с водительского места, как и на многих других аналогичных автомобилях, я могу его настраивать. Ну, и кнопка памяти. Серебристый пластик вокруг, ну, здесь тоже видно, что есть над чем поработать. Вот эта вставка, кстати, кожаная. Натуральная кожа приятно ощущается, приятно воспринимается, но, видимо, эти элементы, фурнитура еще в будущем будут не раз дорабатываться, улучшаться, доводиться. Надо просто все уже обкатать, надо получить определенный пул испытаний, в том числе клиентских отзывов. Кожа в отделке используется напа коричневого цвета с перфорацией, с сереньким кантиком, перфорацией, соответственно, есть вентиляция. То же самое касается и спинки, и с плашечками сенат по центру. На подголовнике красуется тисненный шильдик Аурус. Как мне рассказал менеджер, продавец этих автомобилей, по отзывам клиентов, они очень довольны креслами. И комфортные, мягкие, и при этом удобные. Время, наверное, все-таки покажет, что в реальности они себе представляют. Но вот в рамках длительных тестов люди именно так отзывались. В целом, вполне себе верят. Потому что выглядят они довольно хорошо и добротно. И я тоже не сомневаюсь, что в их разработке, конструктиве принимало участие много зарубежных инженеров и прочих-прочих умных людей. Не из торпеда. В коже центральный тоннель. В коже какие-то элементы, отделки интерьера могут отличаться на серийных машинах. То есть, где-то еще может попадаться относительно простенький пластик, а в серийных машинах уже будет он либо лучшего качества, либо кожа натуральная. Поэтому, как и говорил в начале, сильно придираться к этой машине все-таки не стоит. Блок управления светом. На фоне всего остального вот как раз он выглядит чутка. Вот прям чуть-чуть простовато. Туманки передние, задние. Это у нас некая, видимо, сигнализация, яркость подсветки всех лампочек в салоне и, собственно, регулятор выбора режима работы света. Автоматический, ходовой огни, габариты, ближний свет. А внизу, что там у нас? Туда никак не переключается. Ну, видимо, это просто какая-то индикация. Конечно, будь он исполнен в виде крутилочки с дисплеем на манер переключателя режима движения, было бы вообще классно, но либо это с течением времени произойдет, либо вот так останется. Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету. Так, ну, это, видимо, все. По ощущениям диапазон регулировки по вылету небольшой. Надо будет, конечно, сесть, примериться, но вот пока такие восприятия у меня есть. Обогрев руля, крутилочки, отвечающие за дефлектора обдува. Точно так же, как и у большинства своих аналогов, конкурентов, их можно убрать, но может быть, конечно, на исполнении чуть-чуть пластиковое, такое, знаете, попроще. Сами дефлекторы направляются в разные стороны, между собой соединены вот такой вот шайбой. Необычное дизайнерское решение, как минимум, выглядит интересно. Интересно и в целом вполне себе симпатично. Но вот диапазон вертикальной регулировки по восприятию не очень большой, хотя вряд ли это тоже будет сильно критично. Окей, садимся. Есть один, ну, такой вот нюанс, который, наверное, в будущем хотелось бы, чтобы поправили, но пока с этим, увы, ничего не поделать. И касается это, на самом деле, как водителя, так и переднего, так и задних пассажиров. Это двери. Двери шикарные, удобные. Кстати, забыл показать вам. Ну, во-первых, дверь открывается на огромный угол, не 90 градусов, но прям очень близко. Во-вторых, фиксируется в любом положении. Помните, в семерке в кузове F01, F02 была такая фишка, ты откроешь дверь на любой угол и все, она зафиксирована. Даже ветер ее никак не сдует. там специальный механизм. То же самое здесь. Вот. Хочешь, можешь на такой угол открыть и она зафиксировалась. Крутое решение. То же самое касается задних дверей. Понятное дело, что везде у нас шумоизоляция, все эти вот уплотнители. По контуру низа дверей тоже уплотнители, прикрывающие пороги, чтобы они оставались чистыми. Но когда ты уже сел и тебе надо закрыть дверь, как и в любом другом автомобиле, конечно, ты тянешься к этой ручке и закрываешь дверь. И дальше ее подхватывает доводчик и закрывает. Но все-таки в таком классе уже принято решение с электроприводами. Rolls-Royce этим активно пользуется. Я думаю, что за ними в принципе будущее. Когда ты нажимаешь кнопочку и дверь сама прикрывается. И передняя, и задняя. Хотелось бы в будущих изменениях, опционале, комплектации увидеть электропривод дверей. Ну, прям необходимая штука. Особенно учитывая их вес. Я уж боюсь предположить, как вся эта история будет работать с броневиками, у которых двери еще тяжелее. Но даже здесь надо прям прикладывать усилия. Кстати, загорелись подсветки вот там внутри. И здесь у нас проходит диодная подсветочка. С точки зрения линии самих подсветок выглядит красиво. Выглядит достаточно изящно, симпатично. Сейчас вам подсветку салона свою выключу, чтобы было видно. Ну, то есть, без заморочек относительно простые линии, но разные цвета и в целом их наличие вполне подтягивают этот интерьер до необходимого современного уровня. немного подстрою кресло под свои параметры. Ну, пока по первым ощущениям, конечно, мне сложно сказать, удобно или неудобно, надо поездить хотя бы сколько-то, хотя бы полчаса или час, чтобы было понятнее. Но вроде как по рулевой колонке особо вопросов у меня к ее вылету нет. Руль. Руль, на который обратили внимание еще когда впервые показали Aorus, действительно красивый. Кто-то, может быть, увидит некоторые цитаты с мерсовскими рулями в виде вот этой вот нижней секции утолченной. Мне кажется, что все же это просто, опять же, удачное либо заимствование, либо совпадение может быть. Но то, что выглядит он солидно без третьей спицы, это 100%. Шильдик Сенат красиво выглядит. Кожа приятная, такая вот волк на погладенькая, не хватает спортивного хвата, но это и не спортивный автомобиль, чтобы он здесь был. Металлизированные клавиши управления круизом, лимитатором, дистанция регулируется, активный круиз с поддержанием дистанции. Единственное, что нет функций подруливания, там, пробочного ассистента тоже над этим, видимо, в будущем будут еще работать. На правой спице переключение треков, регулировка громкости, ответы на вызовы, сброс вызовов, голосовые команды. В общем, традиционный набор мультифункции. Подушка в коже и шильди каурус, правда, здесь уже без золота. Почему? Не знаю. Золото здесь смотрелось бы тоже неплохо. Все в коже, тоже коже. И здесь, по-моему, сзади, вот тут непонятно, здесь все-таки пластик, это тоже пластик. Если затянуть еще и рулевую колонку в коже, было бы вообще отлично. Подрулевые рычажки. Звук. Такой прикольный, как будто, знаете, по деревяшечке стучат. Но вновь соответствует немножко образу автомобиля. Сами рычажки выполнены красиво. Вполне красиво, учитывая, что этот автомобиль как бы абсолютно новый, новая разработка, но при этом серийный, не какой-то концепт. Клавиша, вот тут сбоку, она отвечает за, видимо, какие-то ассистенты предупреждения схода с полосы. И у нас есть контроль слепых зон, вот там, внизу зеркал, специальная секция. Поворотники, да, имеют функцию троекратного моргания. Соответственно, вот дальним, достаточно активно моргает машина. Справа управление дворниками, включая интервальный режим, омывание лобового стекла. Ну, что касается дворников, конечно, они такие прям простые. То есть, они не создают ощущение массивности, увесистости, вот такой крепости, которая есть в целом от автомобиля. Может быть, тоже в будущем что-то по ним еще изменится, не знаю. Комбинация приборов. Красивая. Как минимум, красивая. На экране, вот сейчас у вас через камеру может показаться, что они чуть блеклые, вживую нет. Вполне себе достаточно хорошо они смотрятся. Надо, видимо, проверять, конечно, еще на солнце, не теряются ли они, не бликуют ли сильно. Но вся поверхность двух мониторов, во-первых, она между собой объединена, то есть, это единая поверхность. Нет какого-либо перехода, вставки, прорези. Во-вторых, она такая матовая. Прям матовая, матовая, чтобы не было явных бликов, явных блесков. Ну, тоже над этим, видимо, старались и работали. Приятно. Что из себя представляет комбинация приборов? Справа, тахометр с обратным ходом, но в целом, по мне, ничего страшного там нет, тем более, что и в BMW сейчас нечто подобное. Размечены до 8000 оборотов, красная зона с 6000. Цифры вполне себе читабельные, нет каких-то лишних рисочек. Красиво, нормально, аккуратно. То же самое спидометр, уже с привычным ходом. По 20 километров он нарезан до 100 километров в час, далее 140, 180, то есть дальше уже по 40 идут прибавка, до 260. Внутри, по центру, расположен спидометр цифровой. По его окружности запас топлива, в правой части текущая передача и по окружности температура охлаждающей жидкости. Всевозможные индикации, там, состояние автомобиля, система аварийного торможения и так далее. Это вот по центру. В верхней части аккуратно нужна температура, справа часы, внизу какие-то индикационные лампочки, запас хода. Ну, то есть видно, что вот приборка работали действительно грамотные инженеры, дизайнеры, те, кто понимают, как это должно быть устроено, а не вот мы захотели так, мы сделали так. Красиво. И даже вот эти обрамления серебристые, они, ну, реализованы симпатично, нарисованы симпатично, выглядят, как будто бы настоящие, но, конечно же, не настоящие. Так, а что у нас с управлением вот этой всей приборкой? Давайте-ка посмотрим. Так, написал мне Аурус он сейчас. Могу ли я там что-нибудь пролистнуть, перелистнуть? ТВ. Ага, это, видимо, источники менялись. ТНТ, Саша, Таня, программы какие-то. Что еще здесь есть? Нет, не совсем понятно. Либо он, наверное, все-таки не управляется, центральный дисплейчик отсюда, а какие-нибудь клавиши, борткомпьютер или что-то такое есть? Не вижу. Нет, видимо, с этим надо как-то еще подразобраться. Ну, окей, ладно, это оставим на какой-нибудь будущий обзор другого Сената. Эта часть, центральная консоль, дефлекторы, аналогично, красиво, стильно исполнено, да, может быть, пластик такой, чуть-чуть простоватенький, но хотя бы обрамление в металле, вот этот алюминий, по ощущениям, по крайней мере, по центру расположены часики, не какие-то брендовые часы, просто симпатичные часы с надписью AORUS. Кнопка запуска двигателя в привычном месте, весь низ в коже, блок климата отдельно зашит, видите, он прям реально отдельно зашит в кожу и как бы пристыкован к торпедо, ну, да, как это, наверное, и ожидается, будет отходить, но, опять же, не забываем, что эта машина из первых серий таких предсерий. Сам блок климата красиво выполнен, вот реально очень-очень аккуратная, корректная работа, причем ход крутилочек, послушайте, щелчки, супер выверенные, прям лучший, немецкий, такой вот класс, без явного люфта, то есть, нет неприятного такого вот болтания, ощущающегося, то есть, они, понятное дело, что ходят, они должны ходить, но с точки зрения неприятных, излишних движений этого здесь нет, и не забываем, что они с двойным механизмом, то есть, они вот так оттягиваются, ты оттягиваешь и меняешь там режимы, то есть, вот, обороты, к примеру, можно отрегулировать, единственное, что, конечно, не совсем привычно выполнено, то, что, чтобы отрегулировать обороты, тебе надо потянуть и провернуть, а это бывает не всегда, как бы, эргономично удобно, ты, когда вращаешь рукой, ты не видишь, где конкретно у тебя, что расположено, если бы просто ты потянул и он переключился на режим смены оборотов, это было бы понятней, пожалуй, красивые дисплейчики, не сенсорные, по половинке градусов регулируется температура четырехзонный климат, а, и, кстати, да, она еще и нажатием меняет режим работы, переключается из авто вручной, то есть, у вас одна крутилка, у нее есть и нажатие, и вращение, и оттягивание с вращением, красиво, и прям, я не припомню, у кого-то из конкурентов, в принципе, в других брендах нечто подобное, прям респект, за климат, респект, то же самое касается и правой секции, нажимается, оттягивается, крутится, прям, респект, очень круто, остальные все клавиши металлизированные, что здесь имеем, имеем обогрев сидений, вентиляцию сидений, активирую, заодно посмотрю, как она там работает, и у отдельной, у каждой кнопочки есть своя индикация, вот синие три лампочки, красные три лампочки, обогрев мне не нужен, вентиляция пусть поработает, направление обдува воздуха меняется, и когда вы его меняете, у вас выводится картинка здесь на дисплее, но только, видите, вы как бы активируете изменение направления потоков, а меняете при помощи крутилки, то есть вот так вот вращая, он разные сочетания вам выводит на дисплее, массаж, так, массаж у меня заработал, но каких-то менюшек по массажу не появилось, то есть он мне не дал ничего выбрать, сейчас мы посмотрим, есть все-таки что-то здесь по массажу или нет, нет, пока непонятно, ладно, пусть работает, еще покопаемся потом в меню мультимедиа, рециркуляция воздуха, максимальный обдув на лобовое стекло, электрообогрев лобового стекла, он присутствует, вот они, нити имеются, видно вам или нет, должно быть видно, синхронизация климата, опять же, направление обдува воздуха для правой стороны, и когда я включил синхронизацию, появилась такая вот красивая индикация, тоже прям круто, а, ну-ка, сейчас, так, можно ли здесь что-то поменять, нет, нет, больше ничего, ну окей, массаж для правого пассажира, кстати, массаж, массаж есть, я просто мне показал, что я где-то читал, что массажа нет спереди, но он есть, вентиляция, обогрев, направление воздуха, ну то есть, кнопочки плюс-минус понятные, и не надо здесь считать руководство, чтобы в них разобраться, ну и аварийка, само собой, ниже, рычаг коробки передач, такая прям увесистая, хорошенькая, надо нажать кнопку, чтобы переключить передачу, и сам шаг, усилие для переноса рычага, прям мужское, тоже достаточно, не совсем избыточное, но все же, из положения паркинг, задняя передача, нейтралка, драйв, никаких спорт режимов у коробки, во всяком случае отдельных, или ручного режима переключения, или подрулевых лепестков, здесь не наблюдается, потом массив дерева, понятное дело, и такая вот подпружиненная шторочка, прикрывающая подстаканники, подстаканники с функцией как обогрева, так и охлаждения, круто, и отдельно, причем настраивается, далее, регулятор смены режимов движения, смотрите, он прям здесь выводит нам индикацию, спорт, авто, комфорт, либо урод, как бы, видимо, внедорожный, я уж не знаю, что здесь меняется, но скорее всего, какие-то алгоритмы работы, полного привода, системы стабилизации, и так далее, при смене режимов движения, где-либо на дисплее, или в комбинации, ну, практически ничего не меняется, только вот, по центру надпись, и то она, как я понял, потом пропадает, при смене мы ее видим, но затем она уходит, либо она в дальнейшем где-то все-таки появится, либо этот момент не совсем продумали, и тогда будет на чем поработать еще. За данным джойстиком он, ага, его, кстати, можно нажимать, вот он как кнопочка нажимается, но ничего не происходит, и никаких индикаций тоже не выводится. Возможно, для этого надо запустить двигатель, но я этого все-таки в шоуруме делать не буду. За этим джойстиком расположена кнопка, отвечающая за стояночный тормоз, за парковочные ассистенты, ассистент парковки, видимо. Ну и джойстик управления мультимедиа системой. Он, конечно, слегка такой, хлипковатый, ему бы добавить увесистости, крепости, как это в BMW или в том же Rolls и сделано, но радует наличие кожной вставки. Здесь нет никакого, видимо, сенсорного рукописного ввода, поэтому не стали делать какой-то обычный пластик, а вот в виде кожи, хромовая отделка, ну то есть вполне неплохо для абсолютно новой разработки. Это все-таки новый автомобиль, вот до него ничего не было, поэтому с нуля это хорошо. В целом, я думаю, что можно похвалить. А там уже время покажет, они что-то, да и поменяют, что-то добавят, изменят, может сенсорный экран сделать, потому что сейчас он не сенсорный. По клавишам меню, либо возврат, радио, медиа, карта, телефон. Привычный набор кнопок. Регулировка громкости в виде такой крутилки, и, кстати, вот сама крутилочка в виде черного ребристого пластика, конечно, у меня не вызывает вот то же самое и здесь, не вызывает каких-то бурных эмоций. Будь они в металле, было бы намного респектабельнее, но тоже, видимо, вот этим надо будет поработать еще. Так вот, мультимедиа-система нарисована в целом симпатично, и графика, и вот подписи, шрифты, все неплохо. Единственное, что можно было бы увеличить сами надписи, они могли быть покрупнее и позаметнее, повыше можно было бы больше бы заполнили черное пространство. Но в отношении самой мультимедийки я вам сейчас не покажу, что и как здесь устроено, потому что там у нас стоит черненький сенат, у него другой вариант расцветки салона, и вот мне бы хотелось вам и тот вариант салона показать цвет, и заодно там опробуем мультимедиа-систему, вот там машина посвежая, чтобы максимально вот корректную наглядную информацию мы с вами увидели. Вот как раз ранее упомянутый другой вариант Aorus сенат, но уже из более свежей поставки. Здесь, как мы видим, натуральная кожа сверху уже используется вместо того пластика, и отделка интерьера карамельного цвета Caracom. Очень красивый вариант исполнения. Весь, низ, центральная часть, сиденья, такие прям... Но это не рыжий, это не коричневый, это вот именно карамель. Шторки, посмотрите, кстати, поскольку я снимаю этот эпизод уже в конце съемки всего обзора про Aorus, а вы его увидите в середине, то, знаете, в конце, чуть дальше я рассказывал про то, что было бы неплохо иметь подушечки на подголовниках, а они есть. Вот, они здесь имеются. Пожалуйста, вот так выглядит задний ряд. Абсолютно шикарная, красивая отделка. Дорого, богато, солидно. И я даже, кстати, не обратил внимания на наличие дефлекторов вот здесь в центральном тоннеле, но весьма красиво, весьма круто это смотрится. Окей, нам осталось только посмотреть на работу мультимедиа-системы. Для этого мы, пожалуй, заведем двигатель. И давайте смотреть. В общем-то, выходим в меню, нажимаем клавишу назад. Основное меню состоит из шести блоков. Радио, медиа, карта, телефон, автомобиль и устройство. Устройство, очевидно, это всевозможные CarPlay, Android, Auto и так далее. Сейчас я по времени немного ограничен, поэтому не будем с ними заморачиваться. Оставим, возможно, на какой-нибудь следующий раз. В пункте радио. Ну, достаточно симпатично оформленные обложки. Радиостанции разные. Переключаем здесь. Пункт медиа. Телевидение цифровое. Толкаем джойстик влево. Здесь выбор источника, соотношение сторон, поиск каналов, настройки звука, дисплея и так далее. Что еще? Карта. Карта, ага, с пробками. Загрузка обновлений даже идет какая-то. Немного подождем. Кстати, все вот эти вот звуки, они словно такие, знаете, на скрипке исполнены. То есть, тоже, видимо, некая фишка. Единственное, как бы мне убрать этот пункт, который мешается. Пробки подгружаются, кстати, как это можно увидеть. Поиск адреса, загруженность дорог, найти на карте. Пунктов не так уж и много. Могло быть, наверное, и побольше, но вот, да, он ругается, чтобы я пристегнул ремень. Окей. Да, пробки подгружаются, маршруты строятся, и в целом, вроде как, выглядит вполне адекватно, но я лично пользовался бы Яндекс.Навигатором, а уж водителю будет точно виднее. Телефон, подключение телефона, автомобиль, всевозможные настройки, настройки самой машины, системы, звуков, экранов, подключение, ассистентов, статус автомобиля и руководство. Все, это все основные настройки. И последний пункт, как говорил, устройство, надо подключить что-нибудь через CarPlay, Android Auto, сейчас я по времени ограничен, поэтому не буду тратить ни ваше, ни свое, но, в общем-то, прям классно. Вот этот цвет реально выглядит шикарно, и потолок в такой же алькантаре, дерево, алюминий. Но согласитесь, для абсолютно нового, с нуля созданного автомобиля, не имея практически никакой полноценной технической базы, достойно. Хорошо, поехали дальше. Что еще здесь осталось показать? Подлокотники. Подлокотники широченные. Вот только за счет подлокотников понятно, что автомобиль не маленький, не узенький, хотя если сравнить габариты, к примеру, с ГОСТом, ГОСТ ощутимо шире. Я вот честно не помню, сколько сантиметров, но это прям такая заметная цифра. двухсекционный подлокотник. Внутри него не самый глубокий отсек, то есть здесь максимум там телефон, может быть какие-нибудь документы, барсетка, не барсеточка, а скорее просто бумажник поместится. Есть USB-разъем и есть какой-то вот такой держатель, как будто под некий пульт. А, я понял, под что это? Это под ключ. Оригинальный ключ, я его не покажу, потому что в текущем его исполнении он все равно не останется, его поменяют на другое исполнение, но вот такая вот штуковина кожная для ключа была предусмотрена, тоже весьма прикольное решение. Зеркало заднего вида явно такое прям немецкое, аккуратное, безрамочное, можно сказать. Потолок серенькая алькантара. Она, да, именно что серая. Солнцезащитный козырек у нас одинарный, нет какого-то второго козырька с металлической вставкой, зеркала, подсветочка и необычное решение вот эта вот вся панель со светильниками это дерево. Так, светильничек, ага, светильники сенсорные, то есть вот так по нажатию они загораются. Какие-то, видимо, микрофоны громкой связи, да, судя по всему, кнопочка SOS, управление светом. А, смотрите как, эти секции это основной свет, а индивидуальный свет у вас вот тут загорается и по нажатию этого сенсора срабатывает. Ну и что у нас тут последнее? Последнее, это задняя шторка. Она причем раздвигается. Прикольное решение. В общем-то, по передней части все, можно только оценить еще обзорность. Вот так и настроился. Капот, конечно, да, видно целиком, с его-то габаритами, с пропорцией этой машины. Проблем с обзорностью здесь нет, крыши не давят, стойки ожидаемо достаточно толстые, но, видимо, благодаря высокой посадке должно компенсироваться зеркала, крупные, маленькими их точно не назовешь. Оконная линия, удобная и ровная, вот это прям классно, она плоская, смотрите, как просто одно удовольствие положить сюда руку, придерживая роль и передвигаться. Ну и плюс подлокотники на одном уровне, левый и правый. К эргономике, в целом, вот объективно, у меня вопросов нет. Надо будет только подстроиться под себя, вот, видимо, в той машине я это сделал. И климат, и мультимедиа, пусть она и не развернута в сторону водителя, все-таки такой задачи не стоит, тем более, что здесь будет сидеть именно водитель. Я думаю, что в 99% случаев за рулем Ауруса будет водитель, вряд ли будет хозяин здесь находиться в принципе. Поэтому уж для водителя наемного и вовсе здесь просто все шикарно, включая проекционный дисплей. Вот, окошечко его и цифра 0 видна. Хорошо. Пойдемте назад. Пойду именно на правое кресло, потому что, очевидно, здесь будет больше всего находиться ключевой пассажир. Кстати, в первую очередь обращаю ваше внимание на тот угол, на который открывается дверь. Потому что с точки зрения такого рода автомобилей, ну, это не 90, опять же, градусов, но очень-очень близко. Большой угол открытия двери, большой сам дверной проем, точно так же открытый, то есть у нас двери прикрывают порожки, порожки, они достаточно компактные, садится удобно, все в коже, везде кожа, стойкие, эти элементы, везде натуральная кожа, красивые прострочки, деревянные аппликации по всему обрамлению, задней части каждого из кресел, и тоже обилие кожи, вот здесь сзади, алькантаровые вставки, так, это у нас что, а это не алькантар, это какая-то такая особенная, приятная достаточно ткань, алькантара на потолке, и видно, кстати, углубления, сделанные для головы задних седоков, то есть места должно быть предостаточно, сейчас обязательно это все оценим, много красивого металла, много, дорогой, прям отменный, хороший кожанапа, коричневого цвета, мягкие кресла, очень мягкие, боковая поддержка, подушка, коленная опора, все сделано для максимального комфорта заднего седока, с хорошей, кстати, боковой поддержкой, плюс не забыли про детские кресла изофикс, где у нас тут эти крюки, где-то они предусмотрены должны быть, не нащупал, но где-то они там есть, видимо, либо может опять же нюансик предсерийной машины, шильдик сенат, и управление креслами, управление расположили на самих креслах, не где-то на подлокотнике, а здесь, вероятно, так должно быть удобнее и сподручнее, надо будет обязательно еще проверить, клавиша, два положения памяти сидений, максимально разложенное лежачее положение, управление передним креслом, память, ну и, в принципе, привычный набор регулировок, у нас, значит, вот таким образом настраивается, само сидение, продольно регулируется, сейчас мы поставим его в максимально вертикальное положение, и при этом, как видно, оно еще опускается вниз, угол наклона подушки меняется, да, можете его задрать высоко, либо опустить тоже, наклон спинки, отклоняется, причем отклоняется верхняя часть спины, видите, вот она отдельно, и она же возвращается обратно, то есть, в чем суть, меняете не наклон спинки, а меняя продольное расположение, то есть, раскладывая это кресло вперед, оно еще и наклоняет саму спинку, а отдельно вы можете отрегулировать просто верх спины, в районе лопаток, ну и подголовник, который тоже можно, видимо, как-то там, подголовник, или что это у нас? какая-то вот регулировщика, не совсем понял, за что она отвечает, поясница настраивается, вверх-вниз, вперед-назад, и вот кнопочка, надо будет тоже понять, за что она отвечает, вентиляция есть, массаж есть, обогревы, но само собой разумеется присутствуют, отделка задних дверей, то же самое, сейчас пластик, но будет кожа на серийных автомобилях, дерево, массив дерева, настоящее причем, рукоятки дверей, металл, холодный, такой весистый, крепкий, центральный замок, карты, идентичны передним дверям, то есть то же самое, вот аккуратные кантики, прострочки, много кожи везде, абсолютно включая внутренние вот эти полости, для каких-либо, допустим, бутылки с водой, к примеру, кармашки открывающиеся, отделанные ворсом, тоже присутствуют, мягкий подлокотник, и стеклоподъемники, управление левым, правым стеклоподъемником, сами они имеют двойные стекла, клавиши, отвечающие за заднюю шторку, и вот мне интересно, ага, я не сразу понял, как работают шторки, оказывается, вот как, то есть они электрифицированы, и закрываются вбок, не верх-вниз, а именно вбок, плюс-то матерчатый материал, который вот такими складочками собирается, единственный момент, то что текущее исполнение, вот такое одинарное, оно уже все, его можно сказать, что не существует, вместо него будет двойной материал, и может быть так, к примеру, что снаружи он в черном цвете, а изнутри он в цвет выбранного интерьера, выбранной отделки, ну, к примеру, вот серенький, как наш потолок, я думаю, что будет смотреться очень красиво, пока, ну, я лично такие автомобили не видел, вот эта боковая шторка, она не открывается, то есть она всегда в таком закрытом положении, но максимум можно ее просто отодвинуть, но, видимо, такой вот момент, что еще, интересное решение, блок управления мультимедиа системы расположился не на центральном подлокотнике, как бы единой для двух пассажиров, а у каждого свой, у правого пассажира и у левого пассажира индивидуальное управление мультимедийкой, крутилка, которая может отклоняться, нажиматься, кнопка включения мультимедиа, вот она зажглась, клавиша возврата в меню и громкость всего того, что там воспроизводится, динамики аудиосистемы в виде твиттера, среднечастотников и, соответственно, сабов, по всей видимости, опять такая крупная, чистая металлическая сеточка, ну, достаточно приятная, повторюсь, и на вид, и по ощущениям есть над чем работать, но уже вполне-вполне неплохо. В центральных стойках расположились дефлекторы направления обдува воздуха в задней части салона, то есть не только в ногах, не только в тоннеле, но и вот тут средняя линия у нас имеет дефлектор обдува. Единственное, нет в потолке, потому что, вы знаете, к примеру, бывали исполнения там семерок, или, по-моему, в Майбахах такой попадается, или в Ролсах, уже не помню, но, в общем, дефлекторы еще и в потолке, но здесь пока настолько, по крайней мере, в этой версии, в обычном Сенате заморачиваться не стали. Спинки отделаны, опять же, и сзади, приятной кожей на па, хорошие добротные кармашки, их никак не перекашивают, они там не гнутся, не мнутся, и вновь деревянная аппликация по центру. Прикрываем дверь, закрываем шторки для максимального уюта, и вот теперь можно оценить комфорт на заднем ряду. Сейчас я сижу в таком, знаете, в максимально вертикальном положении. Переднее кресло тоже, судя по водительскому, расположено в своем обычном, классическом расположении, чтобы было комфортно, ну, допустим, охраннику там находиться. Если же его оттуда выгнать, можно нажать клавишу, вот эту кнопочку, максимально лежачего положения моего кресла. Единственное, может быть, для этого надо зажигание включить, или, опять же, предсерийка, поэтому не срабатывает, надо будет немножко поработать руками мне и разложить это кресло так, как мне будет комфортно. То есть максимально лежачее положение. Сейчас его разложу. Отлично. Так, наклон спинки, максимальный, подголовник максимальный. И сразу, наверное, стоит отодвинуть это кресло вперед, чтобы оно мне не мешало. Вот, чтобы я мог полностью расслабиться, вытянуться. Рост у меня 175 сантиметров. Поднимаем его. Опять же, именно так достигается наибольшее пространство. И заодно видим, что там под передними креслами расположены сабы. То есть музыка должна быть, опять же, неплохой. Все. Теперь при росте 175 я не достаю ногами до кресла. Понятное дело, что перед коленями тут более чем приличный запас в ногах. Даже в этой, можно сказать, самой простой, короткой версии. Управление мультимедиа достигается посредством, как и говорил, крутящегося джойстика. Поэтому можно смотреть телевизор, можем переключить каналы цифровой телевидения, звезда, мир, пятница, Муз-ТВ. Допустим, Муз-ТВ пусть будет. Вот она, Муз-ТВ. Если ничего не нажимать, у вас откроется картинка на весь экран. Кстати, экран сенсорный, нет? Нет, экран не сенсорный. Матовый, поэтому не сильно бликует. Вот видно по боковому. В отношении посадки, комфорта посадки и наклона спинки это уровень Майбаха. Это не семерка, это не обычный С-класс. Там угол наклона меньше вот здесь. Именно угол наклона спинки это реально Майбах. А я даже попробовал на приложении на телефоне замерить сам угол спины. По моим наблюдениям, где-то на 2 градуса он даже в более лежачем положении, чем вот в текущем Майбахе. Надо, конечно, взять какие-нибудь более правильные измерительные приборы, но я думаю, что этой информации достаточно. То есть, ты действительно здесь можешь расслабиться. Боковая поддержка неплохая, хорошо, в принципе, поддерживает. Подголовник достаточно мягкий, может быть, добавить сюда какие-нибудь алькантаровые подушечки не помешало бы, как это сделано у большинства других престарических седанов. Но это так, опять же, перспектива на будущее. Над головой в лежачем положении запас более чем достаточный, около 10 сантиметров. Имеются вот такие отделанные алькантары зеркала с подсветкой, тоже металл, дерево, много дерева, плафоны, освещение. Смотрите, вообще в любой части металлического вот этого элемента могу прикоснуться, и он загорится. Не обязательно только там, где кнопка нарисована. Видимо, громкая связь или какая-нибудь там сигнализация, управление общим светом, ну и то же самое по левой части у пассажира. Имеется весьма неплохой по ширине и мягкий подлокотник, который можно открыть как вот нажатием основной клавиши, только внутреннюю часть, здесь, допустим, лежит телефон, или там, опять же, бумажник, что-нибудь в этом духе, так и имеется отдельная небольшая клавиша, вот она, отвечающая уже за внутреннее убранство подлокотника, в котором расположилось два столика. Уровень Майбаха, опять же, там в семерке один столик, примерно, идет. В С-классе, по-моему, тоже два столика предлагается, вот честно, этого момента уже не помню. В общем-то, есть у нас выдвижной столик, есть 12-вольтовая розетка, два USB-разъема только для зарядки, написано Charge Only, и вот еще один дополнительный отсек для чего-либо. Прикрываем подлокотник, раскладываем этот столик, хороший механизм, такой, знаете, без какой-либо болтанки лишней, то есть он не болтается никак, не дергается, разложили, кожаная подставочка, положили ноутбук, работаете, или просто как-нибудь там на него можно опереться, в целом, хороший добротный столик, конечно, в Майбахе он такой, по-моему, двухсекционный, если не ошибаюсь, он крупнее, но и на том, спасибо, тем более, что их два, это прям хорошо. Так, убираем это все обратно, имеем площадку беспроводной зарядки, хоть и одну, но тоже весьма приятный, он прям телефон будет лежать у тебя перед глазами, неплохо продумано, блок управления климатом с теми же крутилками, с интегрированными дисплеями, с возможностью оттянуть и настроить обороты, и с включением авторежима посредством просто нажатия. Кнопки, отвечающие за вентиляцию, обогрев, массаж, сейчас проверим, что за массаж здесь, синхронизацию, рециркуляцию внутри салона и направление обдува воздуха, то есть тоже полноценная климатика, четыре зоны, свои, судя по всему, авторежимы для левой, для правой части. Отсюда выдвигаются подстаканники, здесь слот с USB разъемами и для зарядки, и, видимо, для подключения, видите, левый, правый, для подключения к мультимедиике, 220-ти вольтовая розетка, не факт, что она, конечно, вам понадобится, но с другой стороны может понадобиться, если у вас какой-нибудь ноутбук, требующий полноценный 220, чтобы быстрее его зарядить, почему бы нет, почему бы это не использовать. Дефлекторы, открытие, закрытие, то же самое, нажимаются, вытаскиваются и регулируются, деревянная планка, и еще, кстати, вот впервые такое вижу, помимо основных дефлекторов, сверху имеются тоже две дополнительных, два таких канала, подающих воздух. В общем-то, такой уровень неплохой. Ручки на стойках, отделанных хорошей кожей, ремни регулируются по высоте, имеются крюки в потолке, чтобы пиджак какой-нибудь можно было зацепить, ну и, естественно, эрбеги, шторки, то же самое и здесь, все это предусмотрено. Обращаю внимание, что когда шторки закрыты, в отличие от большинства конкурентов, ну, то же самое, с классом, Благодаря конструкции шторок, у вас практически не остается, вот надо чуть подрегулировать, не остается какого-либо открытого пространства, чтобы вас кто-то мог разглядеть. То есть, здесь все закрыто, сзади абсолютная, абсолютно вот такая вот закрытость, то же самое, давайте сейчас мы прикроем пассажирскую шторку, и фактически остается только зона водителя, только через лобовое стекло вас можно как-то увидеть, но если возьмете версию стретч, удлиненную, добавляется перегородка, и тогда все, максимальная приватность неплохо, прямо достойно. Я напоминаю, что мы говорим о российском лимузине, абсолютно новой разработке, пусть и с применением огромного количества крутых инженеров, но все равно, мне лично очень приятно это наблюдать, что получился такой уровень ни какого-нибудь китайского автомобиля, ни японского, японцы, опять же, в плане представительских седанов, им есть чему поучиться у нашего Ауруса, это приятно. И в плане тех же немцев, ну, Роллс-Ройс, ГОСТ, там не было, насколько я помню, такого наклона спинки, и все это за 24 миллиона, объективно адекватный ценник для этого сегмента. Что еще мы имеем? Имеем холодильник, причем он такой, на магнитах закрывается, вот такой холодильничек у нас, и отсек для фужеров, бокалов, прям уровень, очень крутой уровень. Массаж тоже относится только к спинке, то есть фактически здесь камеры поясничного подпора, они там как-то регулируются, надуваются, сдуваются, и все, то есть никакого сверх наворота не будет, но и так неплохо, действительно удобный, мягкий, мягкий диван. Было бы классно взять такую машину на тест, я бы жену посадил за руль, и сзади бы катался, на ноуте что-нибудь бы здесь делал, может там видео редактировал, или еще что-нибудь, но неплохо, не хочу даже выходить, но надо. Да, кстати, не показал еще момент относительно мультимедийки, кроме всевозможных ТВ, у вас все-таки есть еще полноценное меню, радио, медиа, карта, автомобиль и устройство. Устройство можно подключить к какой-нибудь CarPlay, Android Auto, автомобиль, здесь мультимедиа, экраны, интерьер, руководство, так, интерьер, что у нас в интерьер? кондиционер включить, выключить, стилевая подсветка, синхронизация стилевой подсветки, ну да, не сильно много всего, но больше, наверное, и не нужно. Экраны, экраны, малая яркость настраивается, дата, время, отображение времени и так далее. Мне хочется посмотреть карту, карта, вот она, Москва. Мне кажется, это Navitel. Вот, я уже давно не видел Navitel, но мне кажется, это карта Navitel, и, кстати, карта достаточно хорошая. То есть, вы можете поставить свою сим-карту, и тогда получить доступ ко всевозможным онлайн-сервисам, и, вероятно, пробки тоже будут сюда подгружаться. Неплохо, очень неплохо. Кстати, подушечка еще идет, интересно, это в подарок дают, или это просто для демонстрации здесь лежит? Мне кажется, что могут даже в комплектацию входить эти подушки. Окей. Задние двери, кстати, то, что говорил, вот, они точно так же, на любой угол могут быть зафиксированы. Багажник с электроприводом, вот на кнопку открытия. Единственная поправка надо делать на то, что у нас сейчас подключено, видите, у нас дополнительное питание, чтобы это все работало, функционировало в шоу-руме, поэтому полностью крышку багажника я не могу здесь опустить. Она сама прочная, достаточно крепкий материал, и в подполье, тоже открученная крышка, вот он, силовой аккумулятор, отвечающий как раз-таки за гибридную установку. Что есть? Есть небольшие крюки, чтобы зацепить сеточку и зафиксировать грузы. Сбоку здесь какой-то вот карман. Ага. Это что такое? Аурус. Огнетушитель. Такой прям красивенький. Можно как аксессуар использовать. Буксировочные проушины, жилет светоотражающий. Есть, возможно, там, видимо, домкраты, баллонные ключи, компрессоры и так далее. Все отделано приятным черным ворсом. Диодные подсветки с одной и с другой стороны. 12-вольтовая розетка. Спинки, естественно, не складываются. Третий плафон освещения. Опять же, тут все отделано хорошим ворсом. Направляющие прикрыты пластиком. Все в пластике. Ворс, ворс. Прям материалы добротные для багажника и даже вот такие нормальные металлические клавиши. Казалось бы, в багажнике можно было бы обойтись и обычным пластиком, но не стали, к счастью, никак над этим экономить. Даже знак вореной остановки Аурос в кожаном специальном чехле. Размеры багажника немаленькие. К слову, по моим ощущениям, очень похож на багажник, да в целом, семерки. В семерке, как мне кажется, примерно такой же объем. Чего нет в семерке, но есть здесь в Ауросе и есть, мне кажется, нет, точнее, в большинстве конкурентов, это проема багажного. Посмотрите, вот эта секция, она действительно очень крупная и глубокая. Ты что-то сюда загрузить, чемодан ты просто кладешь фактически. Даже если там какая-то эксплуатация детского кресла или чего-то в этом духе, тоже коляски и прочее сюда без проблем могут поместиться. И, кстати, важный момент, на который я не сразу обратил внимание, и вы, скорее всего, тоже не обратили внимания. Вот багажник, да, у него весьма приличный объем. А вы помните, что я вам показывал холодильник? А вы помните, как холодильник выглядит в той же АПЕРе? В семерке, но, по крайней мере, вот у тех трех ранее описанных автомобилей холодильник торчит в багажнике. Вот здесь прям по центру торчит. И если в той же седьмой серии его хотя бы можно отсоединить и вытащить, убрать вообще, чтобы использовать весь объем багажника, то в случае с S-классом новым он просто торчит по центру багажника, занимает половину его объема, и толком ты туда никаких чемоданов не положишь. Здесь у тебя нормальный, огромный багажный отсек, при том, что там есть холодильник, там есть все регулировки и кресла раскладываются в лежачее положение. Все это благодаря длине кузова автомобиля, и фактически вот тут есть такая, знаете, отдельная зона, наверное, такой толщины примерно, внутри которой все механизмы кресел, тот же холодильник и прочее-прочее расположены. Не слабое такое преимущество, хоть и не ключевое для покупателя представительского седана. Осталось только заглянуть под капот два раза, как в BMW. И правильно, что они так сделали, это очень удобное решение, не надо ничего здесь искать, ты просто поднимаешь капот. Кстати, чтобы поднять капот, нужно иметь определенную силу, капот нелегкий. Горлы на омывайке расположены удобно со стороны обочины, относительно далеко от кромки капота, от газового упора, то есть здесь вопросов нет. А в остальном вы ничего здесь и не увидите. Пластик, пластик, пластик. То есть двигатель под пластиковой крышкой, все там жидкости под пластиковыми крышками, какие-либо установки силовые, да вот практически ничего не видно, но только обмотки какие-то теплозащитные, видимо, и все. Очень плотненько этот V8 сел внутрь подкапотного пространства. Сама подкапотка имеет свой контур уплотнения, она закрыта, грязь, пуль туда не должна особо попадать, шумоизоляция, трехточечные форсунки и омывателей только из запечатанной емкости. Вот тут написано только Dota 4 из запечатанной емкости. Какая-то жидкость туда подливается. Ну, то есть подкапотка особо от нее ждать ничего не стоило, но сделано, по крайней мере, очень аккуратно, грамотно. Вот шумоизоляция там довольно много использовано. Неплохо. И еще один, кстати, контур уплотнение тут. Так, вроде закрылся. И вот теперь, пожалуй, можно сказать еще и про кузов. Кузов целиком стальной. Капот, крылья, двери, задние крылья, багажник, крыша, все остальное. Я ранее проверил магнитом, сейчас не смогу показать, но поверьте мне на слово. И по этой причине машина весит 200 тонны. Тот же самый Rolls-Royce, если мне память не изменяет, он, по-моему, весь алюминиевый должен быть. Вот весь прям алюминиевый. То есть крылатый металл. Там задача сделать автомобиль богатый, укомплектованный, при этом динамичный, при этом экономичный. Цели у Rolls-Royce немножко иные. По этой причине тот автомобиль использует крылатый металл. Я не думаю, что у Российской Федерации или у производителя Aorus есть проблемы с тем, чтобы достать алюминий и как-то его использовать в производстве кузова автомобиля. Скорее всего, это вновь некое требование, которое было выставлено к самому автомобилю. Все-таки мы говорим о не просто представительском автомобиле, а фактически о президентском. То есть некий статус, уровень защиты, уровень безопасности, уровень изготовления и как бы характер автомобиля подразумевает, что он должен быть максимально цельный, крепкий, прям вот такой. Вытащенный из куска металла и, видимо, из куска стали. Поэтому над вопросами экономичности наверное сильно не заморачивались. По крайней мере вот в направлении веса автомобиля вообще не заморачивались. 2,7 тонны. Хотя это не так уж и много, но все же Rolls весит, по-моему, килограмм на 200 меньше при большей ширине кузова. Этот автомобиль должен восприниматься как некий монолит и снаружи, и внутри. И это как статус самого бренда, так и статус Российской Федерации, потому что сейчас фактически вот так вот глобально именно Aorus является лицом России. Тем, что мы можем, тем, что мы можем собрать, сделать, разработать, произвести и продавать весьма крутой продукт. И несмотря на те огрехи, которые вы могли здесь наблюдать по ходу данного обзора, объективности ради надо все-таки согласиться, что сделать подобную машину с нуля, это нужно очень много средств, очень много грамотных инженеров, грамотных маркетологов, маркетологов, в общем, много-много грамотных людей собрать воедино и довести дело до конца, и довести дело до продаж, до серийного производства, что именно сейчас и началось. По мне, результат крутой. Будем надеяться, что этот автомобиль не ограничится вот в текущем своем исполнении Сената, все-таки появится и кроссовер, и тогда я смогу вам его тоже, надеюсь, показать. Будем надеяться, что будут добавляться какие-то опции, возможности, индивидуализации. И, кстати, да, я обещал, видимо, сейчас все-таки надо это сделать, покажу, бегло, быстренько. Для тех, возможно, потенциальных покупателей, кто будет смотреть этот ролик, вот здесь, в шоуруме Ауруса есть специальная витрина с материалами, с расцветками, материалами. Стоит отметить, что большая часть из них пока что условно представлена. Основная линейка, вот заказывая автомобиль, у вас есть выбор в шести цветах, бежевый, белый, серебристый, темно-серый, синий и черный. Возможно, в будущем, но это требует, видимо, определенной отладки, наладки, в общем, есть над чем еще поработать, но, возможно, в будущем появятся и другие цвета, к примеру, какие-либо матовые оттенки, или вот такие вот красные рубины, там, чуть ли не сиренево-фиолетовый цвет, зеленый, кстати, вот эти три цвета прям шикарно, даже четыре, просто шикарно подошли бы автомобилю. Впрочем, и медный, и карамельный смотрелся бы отлично вообще, вот только голубой, не знаю, сколько хорошо посмотрелся, но, в общем, есть над чем работать, но уже из этих цветов вы можете заказать себе выбрать автомобиль. Интерьерные планки пока только одно лакированное дерево, в будущем обещают все-таки такие матовые варианты с открытыми порами, я бы, пожалуй, предпочел вот это матовое дерево, чем-то напоминающее мне карельскую березу, хотя вот оттенок карельской березы все-таки светлее, и было бы логично карельскую березу в первую очередь добавить варианты отделки, потому что Audi A8, я помню, предлагала такие исполнения, Audi, немецкий бренд с карельской березой, уж Aorus точно должен сделать такое предложение в первую очередь. Ну и варианты отделки кожей, кожа, как и говорил, Napa, вот на белое, бежевое, каракум, по-моему, цвет такой карамельный, коричневый, как в представленном автомобиле, и черный, с перфорацией. Аналогичная кожа в использовании других элементов отделки интерьера, этот цвет пока недоступен, алькантара в отделке потолка, ну и еще один вариант с перфорацией, просто другого исполнения. То есть, с одной стороны, вроде как, не такой уж и богат ассортимент для автомобиля, претендующего на некоторую индивидуальность и эксклюзивность. С другой стороны, это все-таки только начало, и в будущем все изменится. Всегда есть вариант заказать у дилера непосредственно индивидуализацию салона автомобиля, его можно перешить, доработать как угодно, и даже по кузову, несмотря на то, что палитра цветов пока что слегка ограничена, вы у дилера можете заказать либо окраску автомобиля, к примеру, двойную, двуцветную окраску, такие исполнения уже встречались, либо более простой вариант оклейку. То есть, можно часть автомобиля оклеить в другой цвет, сначала обычная пленка, потом антигравийная защитная пленка, надежно, крепко, красиво, почему бы и нет. Все эти варианты, опять же, доступны вот здесь, Aorus Avalon. Если кому-то интересна покупка, всегда можете обращаться в контакты, как говорил в начале и в конце этого видео. Ну, а надеюсь, вам понравился ролик, понравилось все, что я показал, детально рассказал. Если есть какие-то пожелания на возможные будущие съемки других Aorus, потому что есть и другие цвета, и другие салоны, если такие появятся, может быть, еще сниму, пишите обязательно в комментариях, а так всем, кто поставил лайк и досмотрел, спасибо и пока. пока.